отлично вот оно и начало паузы немножко затяжны да то одно то другое но все-таки мы выйдем в лобби но стартанем рано или поздно сейчас команда начеркали назову вслух пожалуй это прованс это же мета он если все верно говорю и песчанка победила синяя команда все стороны выбирались командами за кт эти слова пишет или может быть bp они pb тут разница такая песчанка она и в африке песчанка буря в пустыне пустыня в буре буря в буре буря в буре да все нормально хорошо ностальгия кто у кого было плюсик в чай пожалуйста буря в стакане знаете прошлое да 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 я знаю так ложечки так делаешь когда ложки нет в детстве лень идти ты пальцем разное детство еще бы твоя история тоже хорошая это я про фильм буря в стакане да ну ладно ну и что это за детство такое господи про фильм будет я на диске смотрел этот фильм что-то понимала на диске ничего у тебя детства думал там кассета какая-нибудь на диске ну там сиди диск был а тоже не ну сейчас кто вообще пользуется дисковод мне ну некоторые пользуются к слову это все еще вроде бы я его вообще выдернул у меня в корпусе дырка такая лишний воздуховод просто кстати мы общались на паузе ребята в чатике кому интересно подключайтесь тоже периодически бывает очень интересные диалоги за систему и так далее тут эвил мялк писал о своем компоктере что он скальпанал у дым-сюдым но кто шарит тот поймет это замена термопасты так скажем термоинтерфейса короче вот и говорилось о том что ну пытается там настроить прохладу и так далее а я вообще с двух сторон брал стенки от корпуса и у меня все дышит да просто у меня корпус закрываться не может из-за того что у меня охлаждение выше чем нужно поэтому я решил вообще расслабиться и так сойдет и так сайт ребята продолжаем смотреть матч и все-таки девчонки начинает флайлиф против команды несколько первокарта прованс ехали но что сейчас команды уже плюс-минус я бы сказал что опытные и видели мы их с вами неоднократно в женских сезонах да и за их пределами на рядовых турнирах я тут смотрю присутствует лычки еще и боевого дивизиона так что на смотрим друзья как команды себя поведут от асимметрии пока что open закрывают кисмайл попытка прохода пока что идет именно на б-плэнд алкоголичка попытается найти здесь еще один минус три соперника на зиге слишком сложно будет на май фейс живет последнего попасть было бы неплохо хоть кому-нибудь хаешка от алкоголички есть минус у май фейсу агрессия с крестами попытается накрыть выход под кухню минус от агрессии но здесь же очаровашка вместе с асимметрией решают проблемы команды еще один ну как еще один первый первый раунд друзья отправляется в копилку fly ли вот так вот кисмайл откроется на пара чележи нет асимметрия ждет ее это вот и везде готова была принципе принимать сейчас сбирает симметрии вообще крепко стреляет как раз так и сейчас она позволяет команде делать open и получил по себе дэм отступил сейчас нужно держать строй обороне потому что позиции могут считанные секунды ослабить но хорошая хаешка от кей позволяет сделать размен также 4 в 4 если попал алкоголичкой на двадцать девять хп особо не разменяешься там наверное ну край две тычки да с одной уж не получится если кроме головы попадать так что у нас там с а плентом вопрос да пока что здесь май фейс играет через мидл закрывает алкоголичку но по май фейс также есть информация была попытка откинуть хаешку прямо под плент и в этот же момент очаровашка выходит на пик которая находит еще один минус для команды агрессия разменивается на катану а червашка остается одна под аплентом нужна поддержка сюда же юнити приходит и есть информация помиду но слишком тяжело будет сопротивляться а там в спину еще и кей закрывает и если из этого кольца не смогут вырваться как-то девчонки то на будет слишком печально для них выход через мидл и есть информация под перекрестный огонь должны были попадать а червашка не успевает спасти свою тиммейтку но находит дабл но там еще и кей заходила через длину вот на кей уже не хватило немного реакции и ответный раунд от команды нэс 1-1 деактивирована 1-1 есть размен ну да вопрос актуальным по альфе но успели вроде бы как переместиться и дальше выбить численным преимуществом забрать есть ответка смотрим что дальше опять же наверно стрельба на ныбле ожидает посмотрим в этот раз таки смайл откроется ли вообще тут наверное преимущество я не говорю что-то про игроков хорошая хаешка смайл нет просто бросил ладно я говорю просто больше за девайс потому что опыт не настолько точный как карабин которому просто такие дистанции брать тапая в точку вот как-то так не ну конечно можно я же не говорю что нельзя просто страница делается легче и поэтому есть некоторые преимущества окей опыт есть атака и не один уже и три полки убирает воспитанная 1 сейчас на защите б сайда на точку на которой сейчас не справляется она погибает агрессия последних а я плент это сейчас может помочь и даже может быть массовая нет успели разбежаться но информация по агрессии есть открытие от алкоголички и раунд для команды флайлиф это уже второй но флайлиф как-то в основном пытаются строить именно свой вектор под б-плент не знаю либо наработан он у них лучше либо ну попросту с аплентом как-то дела не клеются но вот сейчас как только я об этом сказал они сразу же принимают решение выйти на длину причем всей толпой была попытка сместиться на мидл но здесь зонящие хаешки смеда прилетает от кисмайл у агрессии должна быть информация по соперникам на длине есть зонящий смог но он лежит немного кривовато здесь просто упать и пытается вломиться есть минус поки смайл неплохо там еще и агрессию так хорошо просадили по кп минус от май фейса которая заходит в спину катана тут же разменивается и это 4 3 ситуация при этом два игрока в этом состоянии у атаки почему-то все смотрят именно на мидл кто будет смотреть длину май фейс серьезно просто ну вот лишний раз доказано что спину если ты не чекаешь то трупом будешь ты да вот как говорил великий мастер йода я вот не понимаю ну почему так хорошо зашли внутри ствола на миду ну более чем предостаточно но одного кого-нибудь посадите на чек дл но это просто квадра от май фейс у нее все прекрасно 2 2 есть такой момент ну вот open очаровашка забирает кисмайл сейчас оборона теряет на себя игроков еще одного сейчас дело за воспитанным наверно потому что не из позиции забирает очаровашку заметила на ее сфина не успела забрать развернулась дала ответку но два при ситуации перестал час наверх деньги алкоголичка должна забирать но не получается немножко и калена 10 кп в ее активе наличие 10 хеллс поинтов вот так окей постановка на апленту опять же вопрос по альфе открытые которые очень быстро куда-то девается иначе не назовешь и вынуждены будут перемещаться сейчас игроки обороны тратится конечно же на это все дело время алкоголичка ждет сейчас забрасывать смокин на змейку агрессия уже открылась она на столбах а еще назвать была алкоголичка теряет кп 6 остается в упоре закончились пули так понимаю у агрессии она просто погибла но и рыдовая и все-таки смогла выжить смогла забрать последнего игрока атаки и раунд тоже бомба деактивирована 3 2 теперь один раунд в преимуществе как раз таки в руках команды нэсквик и будут ли продолжаться эти качели на протяжении всей первой половины или же всего матча или мы все-таки увидим с вами явного фаворита пока что неизвестно опять же будет попытка сыграть именно под б-плент катана уже запускают на пробег должна быть информация по проходу на зигу но я думаю после того приема от воспитанной битоном должны будут ее здесь уже ожидать от катаны минус по кей естественно что приходится смещать внимание под кухню катана попытается сопротивляться здесь же майфейс погибает погибает и воспитанная кисмайл разменивается и может быть дабл найдет не а где она здесь расстреляли со всех сторон и бомба будет установлена агрессия пыталась еще как-то спасти раунд но один в четыре это сделать было очень тяжело но и я бы сказал практически невозможно когда на тебя все четыре ствола направлены это 3 3 и пока что качели продолжаются я думаю раз бы плент удается то есть смысл по повторять его еще пару раундов а может быть и до 5 3 доберутся но вот сейчас кей как таковой агрессию под мидл не отдает агрессия кстати прожимает длину и здесь будет пайт с катаной катана погибает есть entry и от этого entry можно будет отталкиваться дальше только агрессии сейчас не заигрываться да 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 умничка сразу же отходит назад и собственно но пока что оборона держит держит оборонительные редуты прекрасно минус от алкоголички это 4 в 3 ситуация и пока что зига стоит они пытаются стрелить я так понимаю опорника в доме это же кисмайл на коврах находится воспитанная может быть и вовсе будет изменен вектор атаки и уйдут под аплент пока что непонятно но у обороны хватает бойцов чтобы расставить их по всем позициям на карте ну да но вообще сейчас атаки кстати нужно именно четкий план иметь на и кажется на альфу их надежда которая в принципе во многих случаях была отпущена и сейчас уходит игрок агрессия чек медла заметил алкоголичку или же нет а на отходе можно было не заметить из-за фокуса внимания но теперь точно инфа имеется здесь есть проход по длине аэшки должны быть заброшены агрессия еще живет борется против по симметрии забрать ее и также очаровашка рядом а я купали тело и должна по идее помогать забирать противника есть момент 43 общий счет на табло ну и пока что качели мы с вами наблюдаем потому что раунд туда раунд обратно 43 в итоге ну первую половину я думаю то что мы будем также с тобой продолжать я думаю 54 она должна заканчиваться навряд ли здесь 53 отдадут все-таки девчонки из fly leaf но пока что откидывается хаешки сразу же на зигу и здесь довольно аккуратно себя ведут алкоголичкой юниси но также идет смещение через миддл судя по всему вектор атаки б-плэнд по-прежнему остается у девчонок из fly leaf это выход под кухню я так понимаю даст пробега должна появиться информация здесь же катана на приеме катана закрывает my face играет на размен кисмайл и кей но асимметрия с unity не собираются находиться в стороне еще два килла в ответ это проход под бомб сайт бомба будет установлена unity кстати может быть здесь зацепит да-да-да так оно есть успевает спит все-таки из постановки фугаса кисмайл кисмайл не плохой дабл килл и остается алкоголичка оказалось бы всего ничего уже проходили под флэнт и ставили преимущество было в руках и в считанные секунды она испарилась минус от алкоголички закрывает кисмайл и остается агрессия по агрессии была инфа где она играла в прошлый раз и где играет в нынешний нынешний что это такое вообще как это появилось в моей голове в нынешний раз и этот раунд все-таки агрессия забирает еще примечательно до последнего была осколочная граната сохранена агрессией то есть она не выбрасывала весь свой боезапас сразу же это тоже немаловажно и с одной стороны это помогло ей выиграть да она могла и фейкануть смоком но это все-таки была осколочная от которой убежать надо было на сто процентов если бы пони господи дай мне сил если бы алкоголичка поняла что это фейк она бы осталась попросту за этим фонтаном и навряд ли бы вышла в этот open field а вот у агрессии не было бы вариантов стреляться пришлось бы full торсом так что раунд забрали 5-3 первая половина закончена переходим с вами на смену сторон карты прованс пока что с двумя раундами преимущества команда на сквик кажется чувствует себя более чем благоприятно в эмоциональном плане да в каком-то моральном но и сейчас посмотрим к чему все-таки придут девчонки из команды fly лиф поскольку первая половина до поры до времени была именно на качелях и далее соперник уже не то чтобы нашел слабую точку более крепко стали держать тот же б-плент и здесь начинаем задавать вопросы почему происходило именно так изначально б-плент заходил именно на ура но потом когда уже был перестроен скелет обороны когда они отошли попросту зиги и не пытались файтиться за выход вообще на эту зигу они просто по первому таймингу там отдавали пару осколочных и отходили назад один игрок был на доме один закрывал ковры и один где-то под кухней гулял это три игрока б-плента и вот именно к этой расстановке уже не смогли приспособиться fly лиф чего не хватило на первой половине кажется что не хватило каких-либо фейков поскольку мы видели с тобой именно прямолинейный поинт-бланк если они себе поставили цель захода под а плент они заходят именно под а плент какие бы там фраги не залетали со стороны соперника сколько бы игроков своих они не потеряли они продолжают ломиться именно а плент после того как б-плент был перестроен три раунда как минимум это были не удавшиеся раунды для захода но все же было принято решение играть именно под б далее попытались перестроить все-таки звенья захода под б-плент двоих оставили под зига и втроем зайти через пробег тоже не получилось как вариант показать себя под б-плентом и фейкануть на а плент есть такое место но здесь карта для обороны мне кажется хорошо очень сбалансирована для смещений то есть если вы будете фейковать б-плент во первых вас легко услышать это отход через тот же мидл да и насколько я знаю если там пробегают через мид то слышно должно быть где-то с района арок и плюсом ко всему опорник под а плентом всегда находился у команды nesquick и пройти туда фейком было бы легче поскольку он был именно один под а плентом один гулял где-то под миду под медом и сразу же был готов смещаться на хелпу под б-плент и вот если бы а плент тогда поднадавили чуть большей агрессии может быть было бы лучше но это сугубо мое личное мнение девчонкам виднее как они будут играть и что они будут делать сейчас атака от nesquick и будем надеяться то что эта атака будет также вариативной не завязана на какой-то конкретной из позиции надеюсь увидим какие-нибудь фейки но если будет удаваться субы там тот же а плент да и они будут заходить туда из раунда в раунд почему бы и нет но если он проваливается и вы видите то что он не работает надо что-то менять тогда да тогда мы ждем вариантов решения проблемы от команд и это выход сразу же на миду плюсом три игрока смещаются на дл один отсекается на мид опять же и здесь будет стычка с катаной катана видит агрессию которая как раз таки раскидывала хаешку и здесь вопрос почему никто не под саппортил на миду не прикрыл то есть в считанные секунды просто четыре игрока погасли на карте остается однако кисмайл и навряд ли здесь сейчас есть смысл сразу же атаковать возможно нужно обсудить этот момент с командой чтобы в дальнейшем этого не происходило и смайл последние один четыре для нее тематки могут сейчас пообсуждать принципе что произошло но некоторые упущения с одной стороны то что со змейки была откинка а яшка там просто подловили человека спокойно разыграл этот момент катана я просто к слову шел один момент и говорю за предыдущий что там да был выход хороший под миду и вообще агрессия была также что это чаровашки на если чтобы посаппортил если бы ситуация была какая-то вот такая напряженная в плане выхода под миду перестрелка на мосту пока все для барона вроде бы хорошо начинают свой раунд с минуса по май фейс алфа колечка и осимметрия выводили команду вперед но быстрый разменный выход под альфа сейчас возможна постановка а там должна выходить спарыча но ее приговорили к смерти агрессия зашла за спину первая ситуация кей слышит unity информация по ней имеется по второму игроку так точно нет по змейки проход от очаровашки выйдет за спину единичные топоты спину а ну спину здесь я так понимаю агрессия ответственная но если очаровашка сейчас аккуратно пройдет она подходит в упор первая голова отлетела никто в спину ты не смотрит неужели нету информации не удается найти этот фраг воспитанная 36 процентов здоровья а там еще и от кей пошла работа очаровашка пытается обойти но нет здесь уже без вариантов даже если бы воспитанную закрыла там времени не оставалось в любом случае так хорошо вроде как заходили еще и соперник просто спиной стоит никто никому не инфанул то что прошел делал оппонент и так обидно дать но ладно пока что это один один на второй половине в общей сумме 64 счет на табло и мы продолжаем наблюдать за этим противостоянием начаровашка в наферкад от нее получал дэмэдж от отступила ну и моя фейс тоже теряла хэппэн на хэшке летающий к ней по фасту дальше как алкоголичка центр контролит периодически открываясь на перестрелку так красивый прядь чек воспитанный ну целом вроде бы картина ясна я быстро атака может поменять свой вектор они заняли центр и могли бы также подальше пройти получили фраг окей оборона должна закрываться на холдмаре у них не все ровно и сейчас получают очень хорошие фраги вот она ситуация которой можно строить свою оборону очень уверенно все стать на информацию и закрывать плюсом ко всему здесь еще и по хп большие проблемы у атаки и они пытаются как-то разыгрывать сугубо в соло это выход через миддл плюсом работа на ланге но смотри my face находится все-таки минус по очаровашки хорошо это проход от воспитанной через миддл на арке она будет помогать сейчас my face my face выходит на файт еще и закрывает катану но там и unity играет на коврах а почему эти ковры никто не чекает большой вопрос от алкоголички минус на воспитанную unity закрывает my face и остается кисмайл однако у которой есть информация как минимум по двоим оппоненткам но вот это окно вот это окно под просто когда она решила сюда зайти она подписала себе смертный приговор а и пока залезешь в него не нужно она вот это вот залазить туда прочная она как-то бахи ну расчет был и надежда на то что получится все-таки пролететь дать минус и дальше под играть он дает юнити выход под низ ковров раскидывается очень хорошие хаешки сейчас по началу атаки теряют очень много хп и проход все по коврам что ли смотрим за юнити у нее сейчас очень хороший возможность добрать просто всех полетел 1 минус алкоголичка забирает хаешки второго игрока и атака дает очень хорошие размены сейчас вроде бы занят план асимметрия рядом она забирает уже может можно сказать опорника пункта блоки которая кирилла постановку для тиммейта агрессия кисмайл вдвоем остались против симметрии выход за спиной агрессия сейчас забирает также кисмайл еще один раунд для обороны 65 смотрим дальше бомба деактивирована так быстро потеряли мы смогли уверенно отбить плент я хочу 6 я хочу 6 все верно я проверял это был социальный эксперимент хорошо хорошо потом расскажем как прошел да да вижу он стоит у меня на мониторе но ладно это 3 1 пока что оборона более чем прекрасно себя ощущает они камбэкнули потерянные три раунда для себя это фулл выход на пэп лент и кстати сейчас с обороной пэп лента команда флай лиф они поступают точно так же как их соперник они чекаются с дальней дистанции юнити уже удается законтрить двоих игроков но здесь агрессия и май фейс которые также находят два фрага правда от катана и асимметрии еще две головы улетела май фейс остается одна против троих отходит потихоньку назад на зигу 27 процентов здоровья и три соперников ловом состоянии ну как против этого воевать аккуратно проходит на кухню надеется что здесь еще удастся выцепить кого-нибудь кто-то сядет неаккуратно голова на будет торчать еще что-нибудь в этом роде но сейчас мне кажется оборона уже считает что это уход под аплент катана как раз таки сместилась довольно быстро под дом но здесь в закрытую садится алкоголичка и алкоголичка должна будет получить информацию довольно быстро и эту точку май фейс по-хорошему тоже должна чекнуть с нубки но если она нубку сейчас не прочекает здесь и останется а и все-все-все есть информация алкоголичка алкоголичка работает нормально и еще один раунд а это уже преимущество на 76 друзья и один раунд отделяет их от победы на карте есть такой момент но сейчас наверно так и нужно целенаправленно ударить и наверно быстро также попробовать хотя пробовать на один из пунктов какой-то будет вариант вальфе вроде бы получается потому что . открыто как-то она там ослабевает отпускается и звучит как план но это будет выход боткой итоговый выход за спинок чаровашка май фейс не успевает забирает тиммейка юнити боролась до последнего но хаешка ее остановилась остановила и алкоголичка будет кстати сейчас с арки это наверно надежда потому что у нее есть позиция она может реализовать ее забрать кей это получается сделать два в два и выход за спинок асимметрия кстати а нет но май фейс не идет бомба не стоит тяжелый вот этот вздох от меня был потому что алкоголичка стоял просто спиной и май фейс могла я забрать но при помощи агрессии это получается сделать и притяжка которую слышит асимметрия забирает спину май фейс и нужно время чтобы чекнуть то что это не альфа сейчас постановка наверно больше информации даст для 7 для асимметрии асимметрия мне кажется уже уверена в том что это будет все таки а плент немного постояла еще под б плентом почекала никто не выходит бомба была установлена смещение будет через миддл агрессии естественно то что будет подпускать все ближе и ближе поскольку у нее дуалы 32 патрона еще в запасе остается асимметрия проходит аккуратно через миддл но вот это точно уже слышал агрессия как только присел ее оппонент да это выход на файт и добивание от агрессии все-таки спасем раунд но пока что не спасена команда ленте выходит обсчиталась пауза сейчас взятый раунд для несколько до по минимум вам вам но посмотрим пока есть время пообщаться команд и у нас с вами слава советует фильма посмотреть калашников очень интересный исторический и познавательный обсуждали вроде бы как никнейм света здравствуйте краш окей но мы ждем вот я смотрю подтянулись игроки потал дратути всех приветствуем друзья кто недавно к нам присоединился напоминаем то что за 100 человек онлайн а 5 кодов чат отправляю за 120 человек устраиваем раздачу в личные сообщения этих же кодов поэтому на поднажмите вам остается 29 человек для пачки кодов в чате я верю вас уже 26 вот видите как быстро я только сказал вы уже сделали так что давайте нажимайте нажимайте подписаться также друзья или же кнопочка отслеживать по-другому для вас и будьте в курсе абсолютно всех наших трансляций вам обязательно будет приходить оповещение также напоминаем то что вся информация по нашему киберспорту находится в группе point blank esport official public плюсом ко всему также там планируется довольно крупная интересная штука и я вам всем советую зайти сейчас в группу подписаться на группу это раз и два это подписаться на рассылку сообщений потому что эта штука будет планироваться именно в рамках рассылки сообщений но сразу же скажу то что вам там будет приятненький сюрприз абсолютно всем кто это сделает да поэтому будьте внимательны заходите и обязательно подписывайтесь вы скоро узнаете что это как это где это анонс выйдет в паблике также ну и будет также репост в нашу мейн группу если же вы не знаете как перейти в нашу группу pbsport вы можете немного прокрутить колесо мыши вниз и там же вы увидите кликабельную графику эта графика в к вас интересует на нее нажимаете попадаете к нам в группу если вы все еще не смогли ее найти то напишите в чате наш модератор с удовольствием вам поможет будьте внимательны не пропускайте посты также в группе pbsport проходит на данный момент конкурс активности за ваш актив начисляются баллы и самые активные каждую неделю получают призы для себя в виде кодов с донатом так что заходите проявляйте актив и получайте себе плюшки все легко и просто ну и конечно же куда же без наших конкурсов репостов где также разыгрывается раритетный донат который вы не сможете найти в инвентаре будьте внимательны все что от вас требуется это только прочитать пост и все вот вы его читаете и там будет новость с розыгрышем допустим выполнить условия и ждать результатов помечаю тут как раз игроки alex я бы еще добавил я бы попросил вот так вот в твоем комментарии мистера с циферками в ники ну да как то так тоже так кстати могу разогреть для вас кодик ребята на экране вот так то забирайте он не в чатике а на экране же это чтобы вы работали больше пальчиками в плане не просто копирует ставить а тут уже набор буковок и кто успеет от заберет и возвращается это еще не 5 4 игрок но ждем а вот и очаровашка пришла так что будут продолжать игроки а вот я просмотрю чатики чё пишет ярик активировал себе новую пушку в магазине купил в 25000 гп по 40 зацени еды воевали с ней я понимаю кстати и она от если что это а к с 74 у кажется надеюсь я правильно назвал название укороченный коллаж проще говоря тоже он точно такой же там различие только в четырех патронах вроде классная тема там от бедра стрелять сломать ну к слову что она точно что смотрим сверху принципе позиции такие что растянулись по всей карте игроки атаки что обороны слово есть уже потери оборона потерял одного игрока но и атака тоже алкоголичка забирает кей или в четыре ситуации юнити сейчас на коврах отыгрывает агрессию не слышно не видно она и упустила но ситуации 2 в 4 для обороны проблем нет асимметра играет но уверенности и выходил на перестрелку но вовремя поняла о том что это перестрелка то в принципе не нужно потому что есть преимущество и лучше его реализовать тем более что сейчас 4 в 1 кисмайл нужно решать этот требус как его решить разбить четырех игроков и забрать этот раунд она будет спасать это дело но там конечно рейли на очаровашка рейли на алкоголичка и асимметрия но навряд ли это хоть как-то облегчает сейчас задачу для кисмайл они все-таки не на тычку плюсом еще есть живая unity по фуламу у нее еще и дуалы практически полные там 50 патронов аккуратно кисмайл проходит через мидл на картах но сейчас будет стычка все-таки с очаровашкой очаровашка 1 отпадает вот если информация по юнити но юнити то естественно но что уже знает где находится кисмайл она просто ждет пока оппонент пойдет ставить бомбу но кисмайл выходит на кт а под кт ее должны были слышать алкоголичка и асимметрия смайл проходится и под плент юнити нервничает не попадает отходит немного назад еще один минус от кисмайл еще один ай-яй-яй как это было близко на и страйк на и страйде она очень хорошо постаралась для того чтобы спасти свою команду но нет этот раунд также отправляется в копилку команды флайли и это . на провансе очень было близко мне кажется флайли чувствовали вообще наверное свою уверенность 4 в один казалось бы что могло бы пойти не так но тут пачка 1 пачка 2 пачка 3 и тут бамс ну и страх пошел понятное дело но и все-таки алкоголичка да забрала этот момент и можно выдохнуть выдохнуть на карте прованса переходить к миттауна где будут играть за кт как раз таки флайли и у них есть хороший шанс забрать здесь большинство раундов а 87 такую ставку никто не делал эта ставка отправляется к вам в чатик друзья видел онлайн 80 20 человек вам остается для того чтобы дожать на до 5 кодов к вам в чатик ну и 40 человек остается для того чтобы получить раздачу друзья так что будьте внимательны и зовите друзей на все будет в чатике если что ну коды за 100 человек они появятся в чате там их будет 5 но когда будет раздача это я уже в голос вам дам отмашку самое главное наберите 120 человек эфира это пока это пока 120 потому что мы вас так разогреваем потихонечку сейчас у нас сезон с девчонками будет после сезона у девочек у нас еще и планируется крупный и винт наподобие битвы генералов о которой мы с вами говорили еще аж 2 или 3 числа мая когда арена была на выходных и мы с ильей тогда выходили к вам с новостями что планируется на арене у нас будет и винт наподобие битвы генералов только будут участвовать наши именитые игроки арены for game легендарного элитного дивизиона и там же собственно помимо будет битвы самих генералов между друг другом еще и вы как их армия будете воевать за прикольные призы поэтому очень много интересного у нас еще впереди ни в коем случае не смеем расходиться и обязательно принимаем участие будьте активными друзья и мы с ильей столького сюда сможем принести на трансляции ой там всякие будут ауги вот эти с эффектами там все будет все что в магазине не продается на все будет именно но у нас на трансляциях и так у вас очень много возможностей выиграть донат нам и друзья с вами потихоньку помаленьку прогружаемся на вторую карту это же карта миттаун и эта карта во многом становится решающей для команды несколько если они ее проигрывают то точка в матче будет установлена и на сегодня они все уже отправятся отдыхать но если все таки выигрывают мы увидим с вами этот матч еще и на третьей карте пока что катана пытается выстоять куда плентом и надо отметить то что ей неплохо это удается минус 2 оппонента проход на бтр юнити на приеме закрывает воспитанную кей разменивается на алкоголичку юнити очень много здоровья потеряла прекрасно понимала что соперник заходит через центральное кафе пыталась поменять позиционку но слишком поздно первый раунд который мог быть под вопросом все таки отправляется в руки команды неспик и мы с вами продолжаем асимметрия под нашивом my face попытается вновь открыть центральное кафе перестрелка пойдет дальше ожидая двойки здесь симметрия одна полетела каешка вроде бы неплохая сейчас асимметрия сгоняет направо в сторону двойки в отношении my face но там также была кнута хаешка потеряла очень много хп теряет вовты в 0 агрессия отдалась своего фрага которые выводят учисленное преимущество для лайки и поешь к толка колечки еще один фраг все окей они просто стоят сейчас и для атаки вопрос как открыто смоки лежат на цк смоки уже ну развеялись на длине там кстати играет она на поджиме опа это прилетела маркнула разрушка воспитанная да но там асимметрия подожди подожди все вопрос снят очаровашка успела отдать хаешку все-таки на кейке и очень уверенно заходит на центральной кафе минус 2 ну что диана пора повторить свой подвиг минус 3 отдать и нет нет еще раз нет катана не в мою смену принимает выход на двойку и спокойно ликвидирует оппонентку это 11 счет на табло едем далее начала пока что немного но напоминает карту прованс но может быть все таки уже на первой половине мы с вами определим явного фаворита или это так и будет для нас с вами загадкой майфейс получает очень много урона это поход через длину воспитанная уже готовится выйти на пайт куда плент ей удается найти раз минус кей на подхвате есть еще один и это а плент открыто откидываются с маке откидываются осколочные на цк бомба будет установлена попробуй выбить пытается и вроде бы неплохо поняла метро на колечко да вот так вот вопрос решает только лично перезарядки как неприятных и смело забирает сейчас двоем выход двойки также это сейчас мешает обороне асимметрия последняя 1 3 до неё слышно как она перемещается код бтр террористов и сейчас кисмел должна при поддержке забирать но получать лишь только по голове как же сейчас перед асимметрии этот выход так люби на фоне а тут есть пачка пролетела симметрии сейчас очень развороте даст майфейс но это игра на нервичках аккуратно разыгранная . не нужно было рисковать это майфлейс понимала не стреляла когда была позиция оппонент шел спиной да не нужно это было бомба стоит все красиво разыграна несколько забирает для себя второй раунд но было опасно так как асимметрия разошлась но это в любом случае пока что преимущество для нэсквиков и дроп по центральной кафе был максимально неаккуратные минус от асимметрии минус от катаны проход под апплент навряд ли сейчас хоть я вот стоит мне только засомневаться тут сразу же начинается какая-то катавайся не понимаю проход под апплент есть минус от юнити агрессия тут же закрывает юнити и отходит очаровашка пока что сапплента ждет алкоголичку очаровашка есть раз и есть два все прекрасно пока там алкоголичка на себя байтила очаровашка попросту пикает спину и сносит голову сопернику 22 как легко отдают так легко и забирают есть такой момент что весь движ вроде бы как на альфе терра центральная кафе сейчас бы с бетой как-то поработать майфлейс на фостах вот эту пачку сразу полка колечки юнити есть и хаешка тоже есть 6 кп оставляет как бы да было потолок не задело вроде бы нормально летит майфлейс есть открытие асимметрия вновь пачка поставить бомбу с учатся не представляется возможным никак юнити оформляет дабл на выходе б сайда агрессия перестрелка против очаровашки но она кажется должна была покупать от юнити но та на развороте просто забирать противника сейчас ситуация два в два а вот теперь можно поставить и играть дальше агрессия на колесико тут меня это оружие выбрасывает берет аук окей смайл чекает семерку здесь все чисто лишь бы до кт не упустить из виду асимметрия кройдется рядом противник конечно полетела агрессия очень рисковала это х есть сейчас не помогла кисмайл последние 20 секунд на мере надо тянуть диффузы да нет поэтому чуть попроще будет как вот только садится только садится чаровашка прикрывает асимметрия ай-яй-яй как же неудобно все выходит асимметрия сейчас не стрелку против кисмайл оформляет не надо бы забрать никто не попадает и берет раунд кисмайл молодец как-то долго готовились флайлев к этой игре на диффузе ну не знаю пока присели пока вы были в этом что положение вот прямостились вот чтобы вот вот удобно чтобы было время очень много у них уже троечка у них все прекрасно они даже если сейчас 53 дадут я думаю не расстроится у них все прекрасно и более чем уверен то что до 4 должны будут добраться но пока что это 5 в 4 как раз ситуация и от спавна пытается отыгрывать несквик а в кей пытается выйти на центральное кафе асимметрия опять же на прикрытии закрывает воспитанную без проблем асимметрия очень много урона получает здесь уже два слова на нее направлено это же агрессии кейну от гремели хаешки отходит немного назад кота на здесь же на аркаде подарки как она на дабл килл нет до 3 не доходит от кисмайл то ты делаешь диана покушала покушала вкусненько явно видно хорошо лупит так бодренько но 19 процентов здоровья это сейчас осложняет очень сильно ситуацию выходит на центральное кафе попытается пройти и будет ли да есть информация по unity но сверху кисмайл получает еще урон из двойки джимает все-таки очаровашка раунд взят пока что ну вот прямо зеркалка прованса 33 и вот на 33 на провансе начались проблемы начнутся ли они сейчас посмотрим а это по ходу фасманска давайте посмотрим за асимметрик который летит вроде бы как сейчас пройдет одна пачка вторая тоже может взлететь и кай кстати не кинул сейчас нисколько вроде как даже не помешал атаке за ним центральное кафе только вопрос дальше как они разбегутся получится ли дальше пройти алкоголичка выход за спину релоут от воспитанные алкоголичка не видел соперницу и погибла игра за спину удалось но для воспитания больше потому что да алкоголичка нет до чекала бомба установлена очаровашка соло один трип информация по ней скаи залетает на живость со всех сторон не помогают никак пережить это очаровашка это четвертый раунд попытка хвоста удалось нет но тут выжить было действительно уже нереально под аплентом и все-таки четвертый раунд есть в руках команды nesquick а я говорил я говорил все нормально выйди выход дальше на альфу пока что бы плент вообще как вектор атаки не расценивается и мне кажется здесь могут в определенный момент проявить чуть больше агрессии девчонки из fly live но в считанные секунды четыре игрока погибает агрессия 1 против четверых выход на двину здесь же стычка с очаровашкой а очаровашка сносит голову своей оппонентки еще один раунд как команды fly лифт пока что это 4 4 и но все-таки отличие от прованса мы с вами уже видим только на большой вопрос будет сейчас fly live как они будут себя на показывать в атаке на карте мидтаун может быть оборона просто хромает атака будет на уровне но пока что это неплохая заявка от команды nesquick на продолжение битвы смотрим за симметрию хотел сказать ну и сразу же выключает при попытке отыграть бы первого она получила по голове так же как и сейчас получает лукогалейчика хотя она очень хорошо сейчас помогает в проходе наверное юнити но она решила дальше цико не давить перетяжка на бету здесь можно отыграть на информацию слушать слушаем есть опыт на б а б слышно есть информация точно по двоим игрокам пачка залетает от юнити раз дальше не получилось но ситуацию вроде бы как разрулил до 1 в 1 и сейчас не слышно катана на шифтит из подход ставится бомба на вытекает опыт и информация из почка стоит но ее никто не взрывает и катана все-таки забирает этот клатч 45 минимальное преимущество но есть за флайлиф победила синяя команда но было видно не просто обеим командам было встречались они очень крепко то есть залетала в одну сторону в обратку тоже и сейчас даже сложно заявить знаешь о том кто бы конкретно наверное вел команду вперед ну хорошо у флайлиф это вроде бы асимметра который реально летит она на цк забирает забирает на альфе все вроде бы окей но ее одной не хватает и как-то вот непонятно сложно дать какую-то вот вы знаете это какой-то prediction дать вот что вот сейчас мы с вами увидим сейчас наверное просто будет опять же какой-то дефолт в поиске фрагов раскидой хе и к слову я вспоминаю твой вопрос а где фейки вот и попрошала в сторону девчонок и не фейкует так и чё такое что ты хотел этим сказать но сейчас против этой типа его перезадаешь ну да почему нет фейков но не знаю может быть девочкам все-таки более удобно прямолинейно сыграть но вообще если ты заметил то предыдущая первая половина 9 раундов просто full upland вообще там вода плент не знаю не только посмотреть но какая разница как они выходили под а плент суть в том то что они под него выходили б-плент как таковой они просто его там семерки чек или как вектор атаки для себя вообще никак не расценивали но здесь есть размен уже от ки смайл с хаешки закрывает катану и есть попытка выхода под центральное кафе но вот сейчас на четверку как хаешечку закинуть ой будет прекрасно а там еще и на зонтах воспитанное а под кофе то играет еще и кей но супер неприятно есть информация по четверке но вот сейчас уже разбегается потихоньку атака и судя по всему вектор может быть изменится но продолжение выхода через лонг есть а вот сейчас хаешку под агрессию агрессия хилиться живет нет там хаешки на better прилетают агрессия спалила себя но этой хаешкой наносит тоже неплохой урон по алкоголички и длина должна выходить времени все меньше и меньше но слишком аккуратно действует еще одна хаевых это алкоголичка погибает есть информация у unity unity минус по воспитанной все прекрасно центральный кафе сейчас спину выйдут unity успевает выбежать и помочь тиммейтки остается ки смайл 1 в 2 выход через сока также а подожди есть такое ощущение что что-то по ней знают да есть информация уже сто процентов юнити попыталась накинуть урона в голову не получилось зато получилось у асимметрии все хорошо то прекрасно симметрия 3 кей очень хорошо байта для асиме для агрессии позицию то есть она откидывала хаешки давала какие-то нашивы и я смотрел за агрессии и ждал тот момент когда эта позиция разыграется в полной мере откроется оппонент на окей и тогда уже выход агрессии будет невероятно кпд потому что с дуалов зажать упор но могла собирать вот просто прорву фрагов но этого немножко не удалось сделать и атака забрала этот первый раунд для себя в атаке 64 сейчас счет общий наблюдаем на табло конечно взлетает алкоголичку и смайл забирать очаровашка неприятности в атаке начинается с этого момента 35 и что делать дальше my face ожидает прохода альфы для обороны ничего менять-то и в принципе не стоит нет my face просто влево-право крутит мышку менять ничего не будут катана забирать кей размены присутствуют эти прорвано центральная копой асимметрик забирает еще и воспитаны но далее размены и сейчас уже в плюсе игроки атаки а вот и один в один мужские смайл на размене unity проход под альфу играет на звук остановилась в проеме дверном чтобы послушать но сейчас проходит по до смайл будет понимать что это постановка в аппленту бомба была установлена ну что таймер тикает один в один unity unity знает где кисмайл должна ее слышать да 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 информация присутствует кисмайл выходит на перед трех у 21 хп и добивание от unity пока стоит отметить что атака от команды fly лиф ничуть не хуже чем от их оппонента два раунда сверху они для себя отыграли и того уже три раунда в преимуществе находятся если еще алкоголичка с очаровашкой начнут стрелять вообще все прекрасно будет но кстати там та же самая проблема и у команды неспик там кей вместе с воспитанной выпадают из игры но будем смотреть будем смотреть будем продолжать это выход на длину асимметрия попытка опять же найти здесь entry агрессия играет в агрессии поджимает как раз таки арку и здесь от асимметрии прилетает минус асимметрии очень сильно потрепали семь процентов здоровья очаровашка пытается еще с цика сыграть но там хаешки на четверку регулярно откидываются плюсом воспитана еще находится на подхвате то есть двойка из зонты как минимум будет разыграна и попасть под перекрестный огонь в центральном кафе раз-два дел кстати опять в аркаде там my face пытается поджать оппонентов но это смещение под б там раскидываются хаешки под кисмайл и выход будет на диану есть информация хае падает в рай широкой кисмайл принимает есть первый минус закрывает катану unity unity выходит на перестрелку есть минус по узкой еще бы мидл закрыть нет не удается от асимметрии был килл но одна одна с семью процентами здоровья и выжить здесь уже было невозможно плюсом еще не слышала my face выход в спину добивание ну что один из раундов отыгран еще двоечку надо как минимум это для того чтобы сравняться ну посмотрим тут роуз спрашивал перки асимметрии но я думаю хаешка это точно прокидка и дальше или скорик или день просто вот сейчас смотрим на скорик вот точно это видишь и практически вроде бы имеется закидывает поездку но я просто игрушки . 2 а я же летел вот очень уверенно в вперед хорошо my face забирает катану неприятности в атаке куда пойдут хотят найти размены нужен какой-то open надежда на проход . пока маловато вот возможно my face забрать удается да и альфа ослаблен только поймите сюда но оборону если посмотреть на мини карту ребята в разных позициях как-то тут и на цк 2 человека который быстро если что переместятся под необходимую точку атака идет на альфу заметили кей попытается забрать и 18 асимметрии забирает на альфе агрессия работает конечно от кей привела к смерти алкоголички и вот уже одна асимметрия в считанные секунды нужно тащить этот клач на три оппонента на карте попытка сместиться в центральной кафе воспитаны уже здесь воспитанная готова принимать с двойки не придется ожидать саппорта выход на чек закимарила немножко асимметрия но да здесь не попало не попало от слова совсем и второй раунд от игра на барон и пока что все хорошо вроде как проблемы нарастали но вот сейчас стали камбетчиться там кейс воспитанной застреляли отлично но нельзя сказать то что эта проблема исчезла у команды fly лифт это алкоголичка и очаровашка которые закрывают из раунда в раунд здесь юнити играет на размен против воспитанной кей пытается в центральном кафе выжить и это удается очаровашка пытается разменяться кота но ликвидирует в первую же очередь и остается очаровашка 1 против троих есть инфа что она отошла под кт спауна и здесь уже будут принимать сотня холлсбара первый фраг пошел может быть и до 2 доберется там 14 хп но нет кей выдержала нужный тайминг для себя я очаровашка не ожидала увидеть проход через мидл и есть минус и вот вам пожалуйста сравняли счет были ножи это очаровашки ты на самом деле да беда и вот опять же в той ситуации когда ты уходишь на агрессивно позицию ты берешь но это по сути не коммерческий зажим с дуалом конечно это уже минус 4 от него право это еще не ром для обороны 87 впереди несколько и имеет шансы на взятие этой карты так смотрим будет ли здесь хоть какой-то камбэк хотя бы те же два раунда сейчас забрать и на серию овертаймов вывести или они смогут три раунда подряд для себя забрать но смотря асимметрия начинает этот раунд с опена закрывает воспитанную здесь еще хаешка под май фейс а там еще и кей подставляется хоть и закрывает кота но она сама погибает асимметрия разошлась есть три пулкил от агрессии есть минус на очаровашку юнити размен остается кит смайл одна против троих асимметрия квадро но просто как бы асимметрия говорит мамка не сделает никто не сделает господи кто-нибудь будет стрелять сейчас вот если не я девчонки помощь нужна просто взывает помощи асимметрия 12 фрагов у нее 7 у юнити дальше команда просто спит девчонки надо просыпаться асимметрия опять entry закрывает здесь май фейс и центральная кафе опять же под угрозой но в этот раз еще и воспитанная кей агрессия пытается быть ответственными за центральное кафе справится или нет сейчас увидим но асимметрия сместилась уже на длину и пытается выцепить там же агрессию кажется что ее видели хаешки раскидываются в район двойки но ни одна из этих аешек не прилетает прямо по адресу это выход через длину асимметрии еще один фраг агрессия подрывает алкоголичку очаровашка вовремя приходит к туфу погибает агрессия размена катану это три в два ситуации воспитанная крайне битая плюсом еще и кис смайл далеко не пловая 60 процентов здоровья выход на кт кис смайл надеется подловить соперника где-то под кассой но нет очаровашка остается пленту и они вдвоем смотрят почему-то выход именно через цикану почему почему никто не чекает выход на кт спам этот вопрос я более чем уверен что задает асимметрия минус от кис смайл времени все меньше и меньше и у кис смайл есть информация где находится unity unity очень опасно а если бы сейчас еще и по голове словила пытается добить ей это удается это четвертый раунд это как минимум серия овертаймов как они были близки и просто вот просто просто вот я сейчас знаю что хочу сказать вот асимметрия и unity они на себе протащили первую половину не в обиду будет сказано девчонкам алкоголички очаровашки и катани они безусловно ну как-то старались помочь да вот эти два один два фрага но в любом случае очень многое здесь делают именно симметрия с unity даже если этот раунд будет проигран это как минимум овертайм и карту за карту можно еще побороться уф врыв на центральное кафе получилось катанин забрать фраг но сразу же его отдала обороне в размен сейчас попытки захода на белка горечко родовая сенатского в ее наличии как раз таки смейл а ешка нашивку сауга еще и пачка по симметрии отличная приемка чаровашка последняя 14 будет и клатч сейчас посмотрим ну ей следует наверное отыгрывать с респауна отыгрывать вообще через контрол даже ждать таких вот нашивов точнее поджимов если быть как раз таки увереннее в том что говоришь хорошо чаровашка топает она не скрывает свое местоположение она просто бегает сейчас смейл должна и по идее закрывать и даже не чек от чаровашка просто погибла 45 это топа но тут момент идентичной длине не знаю у меня же дыхание задержаться потому что вроде бы выходит и тут вроде бредом нашего и она выживает это короче это мясо вот это как раз такие вишенка на торте сегодняшнего вечера да 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 определенно да но что могу сказать друзья смотрим смотрим за допами я не знаю сейчас надо срочно просто сходить выдохнуть попить водички не знаю укусить бутерброд и вернуться к игре но первую половину первая серия овертаймов я не знаю если сейчас никто не застреляет за исключением асимметрии unity то смогут ли они спасти миттаун вот в чем вопрос но сейчас опять должна быть смотри ну наверное можно назвать даже классикой асимметрия летит верно верно где она стреляет альфа цк пусть идет вот так должно по идее работать кажется понимаешь они и предыдущие раунды пытались также отыграть то есть вот когда не было еще возможности до сыграть на овертаймы тогда асимметрия в первом раунде квадро отдает во втором раунде дабл или трипл килл и к сожалению не уследил unity тоже делает довольно много для команды и больше команды нет я вот про это говорю то есть они могут спокойно так максим помоги что такое но на всех остальных обычных турнирах смена там строчка именно так гласит команды начинают на дополнительных раундах за ту сторону за которой начинали играть в основное время вот я могу на пару слов ошибиться это примерно так просто мало ли могли конечно женской лиги что-то поменять но кажется мне все должно быть то же самое через поиск просто уважив правила доп опа звук windows ребята тогда не нашлось ничего по слову дополнительные так смена девочки спрашивают у них она делается или нет я более чем уверен что да как и в сезоне я тоже ищу пункт так определение результатов турнира и не чагом про тут конкретный пункт нужно если что ребята чтобы направить но я говорю вот по обычным турнирам там точно смена делать и правило примерно так и гласит как я озвучил там плюс минус пару слов другие но здесь не должно быть изменения то есть но в сезоне у нас делалась смена на овертаймах а у нас сезоне не было овертаймов подожди ну там слову не было же группы вроде бы короче я уже не столь важно так пам-пам-пам вот нашел пункт 3 8 в разделе условия турнира давай говори чё там а сторону в овертайме стороны в овертайме не выбирается первый овертайм команды начинают за те же стороны что и в начале игры второй за те стороны за которые были сыграны во втором периоде первого овертайма в третье короче дальше там мясо просто ребята сейчас мозг вскипит делается смену мы посмотрели ну вот память есть просто пункт конкретный тут еще попробуй их запомни эти миллиарды 38 типа там есть подпункты понимаешь типа есть общее положение в общем положении есть до 38 позиции как написал 38 условия турнира как вот так вот чтобы там смена ссылка такое ввести грубо говоря хорошо все определились со сменой как раз так и сделать вот так вот лейлик играет за оборону и вот так вот так ну что это выход у нас как раз таки на центральное кафе причем довольно быстро и асимметрия на хаешке только успевает подорвать май фейса но здесь же очаровашка очаровашка хорошо минус 3 игрока и там еще агрессия выходит на перестрелку по двойку агрессия закрывает очаровашку попытка сыграть сейчас как раз таки на кт а тут будет кто-нибудь чекать или нет а судя по все нет подожди катана катана быть значек да есть информация есть добивание и первый раунд забирают все-таки в свои руки игроки fly до слава до в чатике души пошли из биологии светики да и вижу света смена делать если что вот мы просто конкретный пункт сейчас нашли окей просто чтобы не путать там регламенты меняются просто по 200 раз на разных турнирах и только привыкаешь к одному потом уже другое и надо перепроверять но тем временем асимметрия выходит на перестрелку против my face закрывает лежат а в окей есть размен но unity не подпускает unity хорошо так 3 4 на то нет нет не надо говорит смайл все нормально и так сойдет 11 ну и 10 10 в общем 20 сыгранный был смотрим за 21 протели раскидываться к сейчас очень неплохо получается так же еще у несколько врываться тоже центральное кафе игроки обороны смотрите просто как стоят бабу дольфой и с двойки уже есть подкрепа очень быстро оборона перемещает свои силы и сейчас только на быть один игрок остался сюда именно так это идет алкоголичка разбрасывает каешки важно сейчас выжить затянуть тайминг так удобно но жить монет она погибает юнити на перемещение каешки хороших играет оппонента асимметрия юнити они сейчас всю атаку разваливают на проходе под б агрессия выпад ну и там же находят свою смерть это раунд для обороны 11 но вот поставить бы точку на 3 1 было бы уже великолепно для команды fly лиф и смотрим дальше это выход под а плент опять же будет работать через дл попытка надавить на катану и очаровашку ну что посмотрим насколько удачно каешки раскидывается на твой 14 кп хаешка от очаровашки под воспитанную есть минус ей хорошо есть даблкил очаровашка дабл в ответ может быть и третий будет очаровашка хорошо разошлась вот так бы на первой половине точнее на второй очаровашка хорошо еще один и еще одного как она несет победила синяя команда да хорош но в принципе эта игра яркая на такие моменты какие-то клачи на месиво дико реально прошу будет смена сторон 1210 заработали сейчас нужное количество в принципе раундов для себя игроки флайлиф то что должно быть да как раз таки на основном времени то чего ожидали наверно сами тоже игроки флайлиф хорошо меняю счет есть а если у вас максим предположение каковы будут допы может там чайка что-то подсказывает может быть мы не смотрим не за последними допах сейчас 20 31 тоже в ответ вот ты да какой значит когда я голодный решил я не знаю котелок не варит но я бы сказал то что более серии овертаймов не будет либо сейчас убеждают девчонки из несколько либо ставят точку все-таки флайлиф но это центральный кафе опять же в агрессии минус от флайку он хотел сказать сказал почему хотел это три в три там my face закрывает все-таки асимметрию и опять же попытка прохода через длину алкоголичка пытается выйти на эту перестрелку очаровашка должна быть на подхвате выдерживают тайминги закидывает аешки от агрессии первый минус может быть еще одного найдет но пока что длина не рискует а там очаровашка спину прикрывает отлично окей погибает это два в два кисмайл тут же смещается на центральное кафе а соперник то тут как тут а кисмайл как будто бы знает она слышит она слышит очаровашку есть минус юнити при этом под шумок пытается пройти на бтр и это удается никто здесь не сопротивляется занимает вино а плента будет чекать ближайшие позиции на кт спавни как раз таки находится агрессия но они вдвоем смещаются на б плент юнити спокойно может поставить сейчас на а пленту но она об этом не знает она все еще верит в то что соперник где-то поблизости находится и по кисмайл и по агрессии была информация что это центральное кафе но они просто ушли под б и закрыли здесь же но не знаю как по мне на здесь что б плент что а плент его контрить установленный фугас одинаково то есть везде можно пробовать играть на тот же таймер здесь допустим фугас подел ставишь и уходишь на длину отдела отыгрываешь под б плентом под семерку все дальше уходишь играешь но если ты индивидуально не справляешься со стрельбой не закрываешь одного из оппонентов то тут конечно проблем будет очень много бомба была установлена кстати установлена немного не так наверное а юнити здесь немного обман очка она шутила хорошо сразу же уходит по центральное кафе соперник попытается разминировать бомбу чекается дл юнити выходит начать юнити очень опасно очень опасно вот прямо очень опасно было но и не справится хороший мог засчитано но разве что не знаю может был не топать на цик она запрыгнула и услышали но не знаю понял ты или нет но было очень опасно да я чувствовал получи чуть и работал знаешь там уже с боевой просто постоянные пики окей оборону краем начинают с бета там до перемещения конечно же будет под зонты просто не заходится конкретно с курятника будет стоять так надежда ну не надежда представление о том что так а может пройти на будто наверное из этого что же было частично связана игра именно с зонтов атака в большей степени как раз таки на длине находится есть на цк также игрок который попытается выцепить позиции это же асимметрия вот катана забрасывает конечку под my face открытие на агрессию какие ножи кота на прыжке это работа симметрия тоже ножа пыталась тоже помыщем эти но здесь как-то распадаются и осталось вовсе она одна респауне стоит наверное пообщаться и подумать вот как раз так время ты вроде бы тянется симметрия сейчас можно подрез пути и реально пообщаться потому что два романа вряд на обороне отдавать а там для дешевле 3 может отъехать и карта уйдет оппоненту да они наверняка сейчас общаются просто смотрю я узнаю что-то похожее порой также когда симметами общались выходишь что-то режешь что-то смотришь куда-то в никуда в прострацию впадаешь проход сейчас пока обсуждают потом возьмет и затащит будет здравствуйте просто понятное дело что бывало но всякое может быть чудесно но здесь на свапок просто подходит под семерку и вот этот слаб кисмайл точно должна была слышать да естественная информация есть прострелить бы сейчас кисмайл через ширмочку вот было бы великолепно аккуратно выходит асимметрия не чекает нубку а кисмайл кисмайл здравствуйте все мариновала последнего вот так поворот вот если бы вышла чекнуть асимметрия сто процентов должна была бы съедать кисмайл но нет второй раунд забирают для себя все таки девчонки из несквик и вот один раунд хотя бы один раунд и тогда будет еще одна серия овертаймов и это опять же попытка выйти через длину откидывается смог и там находится my face плюсом агрессия под агрессию бы хаешку закинуть она уже не первый раунд играет этой позиции есть минус от очаровашки два минуса на хаешках прекрасно а плент открытый сейчас самое главное просто разберите все позиции для себя аккуратно сыграйте на прием алкоголичка остается под двойкой чекает центральная кафе мне кажется она должна была слышать здесь как раз таки игру от воспитанной но и также выход через длину а кто будет чекать длину непонятная симметрия закрывает кисмайл есть минус от алкоголички а кей выходит на флайп кей находит аппл а тут на третьего можно добраться кей и килиться живет это третий факт почему опять никто не смотрит длину почему никто ее не смотрит а червашка спасает этот раунд вопрос остается прежним почему никто не смотрит длину карл кей сейчас просто могла настолько забожить что вот все у меня это же вопрос на разрыв шаблона у максима паника остановите ну да ситуация была крайне непростая информация наверно плохо ходила или не своевременно была отдана противник на длине да я просто тоже пытаясь как время немножко повернуть назад вспомнить что он что как и было тяжело она прошла через лонг под бетер дала два килла в вине потом переключилась на двойку и потом ей попросту не хватило до очаровашки то есть здесь банально вопрос именно в том что никто не чекал даже на дальнюю вот просто здание если хотя бы кто-то смотрел этот проход с длины этого могло просто не произойти но здесь наверно проблема в том что они не не знаю не договорились как-то между собой не обсудили но проблем очень много возникло из-за этого но благо очаровашка спасла опять же игру для команды это как минимум еще одна серия овертаймов а это выход друзья под бэф лэн где воспитанная находит минус покатания асимметрия играет на размен надо закрывать воспитанную то как же так асимметрия 35 процентов здоровья целится а там еще и холпа свина приходит 6 процентов здоровья но здесь уже не выжить нет нет и еще раз нет вот видишь как голодный все я не угадываю победила синяя ну тут много моментов я смотрю уже под конец игры грубо говоря прыжки свапы да слава любимая фраза моя провала свапы короны ну конечно вот эти моменты микро моменты вроде бы ничего такого там вроде бы прыжочек вроде бы на ножа как-то но кстати сейчас смена не должна делаться пункта и 8 второе за те стороны которые были сыграны во втором переводе первого овертайма прочим умырай отвечает в чате но мой вопрос почему никто не смотрит длину и умырай пишет я смотрю да 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 все нормально хорошо каролин но раз ты смотришь тогда можно спать спокойно на тут выход друзья под аплент где очаровашка опять же на приеме есть хаешка есть минус катана на подхватили выход на перестрелку кей разменивается но асимметрия не прощает такие дела закрывает кей погибает от рук агрессии 3 в 2 ситуация выйти под аплент пока что не удалось может быть удастся разыграть сейчас бы но они смещаются под цк где играет unity с кофе и должна быть информация по агрессии агрессия 1 теряет голову и кисмайл смещение как раз таки на 4 а здесь ее готова принимать юнити но слишком далеко для дуалов да кейсмайл спокойно перестреливает юнити и отходит назад возвращается под арку и попытается все также продолжить выход под аплент но там очаровашка сидит за ширмой в принципе позиция неплохая длину в упоре услышит центральное кафе увидит все хорошо все спокойно и потихоньку кейсмайл как раз и проходит дело здесь было слышно shift минус от очаровашки еще один раунд убирают все-таки в свои руки на fly лиф но это только один раунд на уже второй серии овертаймов ну и надо поднажать 3-0 уже тогда надо брать а походу фастбое а сейчас каешки будут ли юнити разбрасывать 1 автоголечка 2 полетели но никого вроде как сейчас не взрывает хотя есть храк все-таки у кейсмайл на размяне тоже качку свой довезал и колечка пачка по оппоненту она погибает атака тоже при выходе на б редеет но открыт плент но ненадолго очаровашка под зонтиками сидит еще быть коктейльчик бы туда но нет и в этот раз и смел ставят бомбу поешки в сторону плента но не конкретно подки смайл 2 в 2 бомба установлена катана забрасывает кае это под широкое так понимаю будет лететь там и смел который можно не подорваться внутри бонсайда играла агрессия точнее внутри вина забрали катана пытается забрать мне тут только лишь атака лава торчит хотя к смел цему открылась просто сыграл на характере у нее была позиция где она могла на голову сыграть но открылась в упор на дуалы и забрала вот такая игра опять же на железных нервах помогая забрать раунд 1 1 1 1 опять выход на б да опять выход под б плент выход через семерку здесь же алкоголичка на приеме вместе с юнити вот-вот хорошо осколочные пошли юнити закрывает кейн окей перед этим закрывает юнити разменялись алкоголичка хилится живет закрывает еще май фейс но к смайл тут же с агрессией размениваются б-плент опять же пройден и очаровашка врывается на широкую но воспитанная ее тут же ликвидирует остается асимметрия 1 против троих но крепись крепись асимметрия нервов тебе покрепче ага первая пачка поки смайл бомба была установлена воспитанная занимает широкую это выход через мид будет от асимметрии агрессия просто скрывается сейчас в районе семерки если погибает воспитанная то агрессия должна размениваться асимметрия находит дабл при этом не страдает по хп от слова совсем но асимметрия понимает что сейчас будет происходить откидывает смог под этот смог попытается разминировать бомбу видит агрессию но не попадает от слова совсем а времени то все меньше и меньше попытается еще раз Я это нашивает 24 хп и успевает агрессия уйти забрать этот раунд для атаки это уже 15 асимметрия просто встала Макс, я тебя убью. Где У? Где это? Где Е? Ум и Рай. Ум и Рай. Ум и Рай. Ум и Рай. Всё, уже делали. Я Николу с дырыл. С тобой выехали. Да я не знаю, где она там И слышит. Я Ум и Рай говорил. Ум и Рай. Вы слышите опять И? Нет. Да нет. Да я И говорю. Вы чё? Вообще-то не туда, не Алене, не... Не здесь и не этого. Ладно, это выход опять же под Пэп Лэн. Только в этот раз он уже неуспешный. Погибает только Юнити. И далее идёт размен от команды Флайли. Минус от агрессии. Погибает всё-таки Чаровашка. Может быть ещё спасут этот раунд. Они пытаются сыграть как раз в Тэп Лэн. Агрессия уже на ланге. Кисмайл нашивается в центральное кафе. Катана отходит на приём. Дэл очень сильно пострадал. Она всё-таки закрыла агрессию. И Кисмайл, нет, живёт. Закрывает раз Катану. А там ещё и до алкоголички. Надо добираться будет, у которой 14% здоровья. Ну и асимметрия на 80. Асимметрия потихоньку начинает чекать 7. Никого здесь не видит. Не исключено, что и может попробовать поджать. Но сейчас играют максимально аккуратно. Кисмайл вышла на чек ещё одна пачка. И пройти теперь под Ап Лэн в принципе не составит труда. Она знает, что Ап Лэн пустой. Но и асимметрия. Асимметрия где? Ага, она до последнего стоит на Б-плэнту. Но сейчас бомба будет установлена. И пойдёт на смещение. Но бежать полчаса. Ай, а чё такое? Просто бежала, как-то странно резала. Вообще как будто не бежит в плэнт. Я сначала думал, будто она на ножах договорилась. Что это за выход? Просто погибать. Я чё-то вообще ничего не понял. А чё она? Победила красная команда! А чё это? Я не знаю. Но это похоже как тильт, что ли? Заливочная какая-то. Ну серьёзно, она просто прыгала там как-то. Я ничего не понял, серьёзно. Ну хорошо, 16-14. Судя по всему, следующая карта. Если так, то следующая карта. Там тильтасьон был. Ну я про чё и говорю, что это уже тильт. Да. Чатик. Ну теперь всё. Не, ребят, это нормально. Умирай всё. Меняй ник. Ничего не знаю, Каролина. Будешь ум и рай. Это тупо клин делать. Максов. Клип. А, клин. Ну я прочитал. Это 9 мне наказали. Делайте. Делайте, делайте, ребят. Делайте клип. Мы их потом зальём куда-нибудь в эту. В группу. В этом. В ВК. Так что делайте, ребятки. Ну я не знаю. Но что-то сегодня, видимо, пошло не по плану. И через И ты у меня идёшь. Ум и рай. Я буду тебя послакам. Просто произносить. Ладно. Это продолжение, друзья. Битвы. Битвы титанов. Попытка выхода под Аплэнд. Пока что удачно. Но Кисмайл одна против двоих. 77 и 100% здоровья. Катана отыгрывает под... Бомба была в центральном кафе. Хотел сказать, но она откинула смолкой и отошла. Есть информация по Юнити. Но Кисмайл очень много урона накинула. И также очень много урона получила. Правда, на оттычку, на две остаётся два оппонента. Но минус от Катаны. Не заставляют всё-таки попотеть немножко. Первый же раунд в атаке забирают. Но если они сейчас 3-0 возьмут... Всякое может быть. Но вот этот вот тильтасьон от Асимметрии мне не очень понравился. Ну, какая разница, что мне понравилось. Главное, чтобы команда на это... Не знаю, как можно адекватно отреагировать. Но пропустили, так скажем, на сейчас. И не выясняли отношения. Если начнут выяснение отношений, то всё. Тут можно сказать GD. Слышно, Санты. Асимметрия может отдать информацию. Можно было бы урабатывать вообще по этой точке. Но ждёт двойку. То, что хорошо получалось сейчас. ХЕ закончились в Асимметрии. Смаки на ЦК. И придётся покурить. К слову, ну могли бы попробовать. ХЕшки на Зонки в такой ситуации. Очень бы сильно могли помочь. Потому что двойка не открывается. Есть информация по Зонтам стопроцентная. Ну, а Асимметрия пошла забирать противника в Аплантуэ. Это получается сделать... Дальше проход на А. Ну и должна оборона смещаться. По миникарте вижу то, что уже вроде бы как побежали на ЦК. В борьке с дуалами. Её нужно по-хорошему закрывать. Потому что она может очень много шороху навести. И её забрали. 3-3. Пошёл код на ЦК. А Чаровашка просто в прыжке собирается. Точки на ходу. Влетает в эту позицию. Триллиард свапов от Асимметрии. Она погибает. Открытие на двойке. Агрессия. А теперь один в один. И сейчас важно слушать. Оп. На контролю сел. Посмотри, Катана сидит. Катана сидит, ждёт. И сейчас самый неподходящий момент. Я хотел сказать, что отвернётся. Но нет. От Кисмайл всё-таки залетает. Пачка. И раунд в руках команды Неску. 1-1 по итогам второй половины второй серии овертаймов. И мы идём с вами дальше. Выход на Б будет сегодня? Или да? Да, судя по всему, будет. Потихоньку готовится выход через семёрку. Плюсом ко всему подошли ещё и под центральное кафе. Асимметрия попытается найти здесь энтри. Нет. Пока что нет. Откидывается смолк под вещь на длину. И не исключено, что пойдёт аркада от агрессии. Хаешка на двойку. Очень неприятная хае. 41% здоровья остаётся у Майфейс. Их аешки в ответ полетели под четвёрт. Под этот смолк пока что никто не решается зайти. Кея очень сильно просадили по ХП. До 14%. Там ещё и Кисмейл и Майфейс тоже далеко не в фуловом состоянии. Ачаровашка выходит на вино Б-плэнта. Плюсом через ЦК смещаются тиммейты, которые помогают зачистить Б-плэнт. И агрессия остаётся одна против троих. Бомба будет установлена. Агрессия врывается довольно быстро на вино. Закрывает первого. Может быть, закроет ещё и Ачаровашку, у которой 11% здоровья. Но там есть ещё и Асимметрия, до которой тоже надо добраться. Но Агрессия уже даблкил. Но нет. Асимметрия её всё-таки не впускает. Второй раунд в атаке взяли. Ну, давайте тогда уж третий, ещё одну серию. Пытается прорываться. Там Моча сменила Вивайса. Она теперь на дуалах. Как-то вот так вот. Ну, может быть, сменила раньше. Просто я сейчас именно что заметил. Есть дуалы, есть врыв. И как-то вот так вот работает. Сейчас вновь. А что, Афаканр исполнил или что? Стоит человек. Ноги не в полёте. Она точно не вылетела. Не знаю. Кот на клавиатуру напал. Перегрыз все провода. Я не знаю, что случилось. Просто стоит. Всё, живая, бегай. Хорошо. Ребята, я тут. А, давай, вставай в альфу. Хорошо. Пока везёт, знаешь, не было фастраунда. И... Сыграл он на руку. Хая по двоек. Асимметрия очень рискует. Зайти в ЦК. Нужна поддержка. Нужна хоть какая-то стратёжка. И опять же, вот работа с зонтами могла бы быть. Но уже оппонент ушёл с этой позиции. Майбейс. Пуачка по асимметрии. Закрыли человека, который мог бы дать опен. Сейчас хороший по двойке. И ожидали ведь сейчас. Если бы асимметрия давала сама фраг, то сразу же... Сразу же бы атака влетела в эту точку. Два человека смотрят ЦК. Кей на постоянке. И вот как раз таки с двойки. Снимается Майбейс. Плачка от Кей. Минус катана. Слышно топот на четвёрке. Кстати, плохо сидит Кей. У него вроде бы оружие торчит. Окей. Кисмайл работает. Закрывает алкоголичку. Максимальная проблема. Полетела Хаяшка и там... Нет. Мы успели убежать. И ситуация 2 в 4. Теперь вместе врываться хоть куда-то. Времени всё меньше и меньше. Пойдём, А, говорит. Пойдём. О, сейчас ставят пачку по агрессии. Пошёл выход на Майбейс. Это шанс забрать её. Когда она здесь одна, она ставится пачкой. Теперь уже 1-2 ситуация. Берёт дуалы. Если что-то тут... Нет. А нет, осталось всё-таки. Окей. Просто кнопку долго искала. Воспитанный на ЦК. Она опять же тут одна. Файт разделяется на выход. Уууу, как близко. Выход пошёл. И сейчас забирать не удаётся. Это раунд, который был нужен для Несквик. Для того, чтобы победить, есть карта. Это 16-18, ребята. Омегаш. Победилась синяя команда. И вот она. Вишенка на тортике. А. Да, ребят, начать. Не буяньте, пожалуйста. Что-то смотрю просто у вас. Модрый душ. Но вижу там задело, в принципе. И получаете часто мут на 600 секунд. Это 3-е. Сейчас расскажу. В 3-е. Да. Всё, уже написала катана. Ну что, перевести дух. Нужно девчонкам так точно. Ещё, наверное, видео перекинуть. Поэтому сейчас будет подключена пауза. У нас есть возможность с вами, ребята, поговорить в чатике. И также ещё подвести итоги поставкам. Ну, никто, наверное, не поставил на 16-18. А если бы кто-то поставил... Да, можно говорить, если там хоть 10 кодов бы скинул, да нет. У них сейчас прикинь, кто-нибудь реально оставил на 16-18. ГГ. Просто для... Так. Человека десятка кодов. Ну нет. Я помню, кто. Кажется, ты, Слава, вроде бы заходил и на ставках ставил постоянно что-то на допах. Там, кажется, 12-14. Или что-то такое. Например, на... Нет, здесь ставок на допы не было. Так что код со ставок отправится к вам в чатик. Ко мне тут в личные сообщения прилетел крайне недовольный молодой человек, который пишет. Прихожу на стримы ради бонусов, которые скидываются там раз в чат или раз в час, там что-то такое. Во-первых, друзья, когда мы скидываем вам коды в чат одноразовые, вы начинаете бунтовать и такие... Не-не-не, нам они не нужны, давайте многоразовую активацию. Это во-первых. Во-вторых, коды с многоразовой активацией были уже все розданы, и мы ждем новую партию. В-третьих, если вы приходите на трансляцию для того, чтобы получать здесь только коды и не смотреть за трансляцией за самой, то мне сложно что-либо вам вообще сказать. Трансляции в масштабах сезона для того и проводятся, чтобы осветить именно мероприятие проводимое, где бьются команды за денежный привозовой фонд, а не для того, чтобы раскидывать кодики. В-четвертых, мы здесь с Ильей в роли комментаторов, а не выдачи кодов по первому желанию. В-пятых, коды можно выиграть на ставках, которые регулярно проходят в чате. В-шестых, несколько кодов было выведено на экран, помимо тех кодов, которые были сброшены в чат. В-седьмых, мы делаем вам раздачи за ваш актив, но делаем это в моменты, когда у нас есть возможность. Мы не можем просто сидеть и почитывать. Так, вот у меня 30 минут прошло, наверное, надо скинуть кодик. У нас сейчас игралась одна карта, чуть ли не по трем сериям овертаймов, где, ну, наверное, мне надо было засекать таймер и скидывать коды в чат. Нет, этого не будет. Коды здесь появляются в произвольном порядке, в рандомное время, когда нам удобно. И то мы эти коды даже еще и генерием специально с большим количеством активаций, для того, чтобы многие зрители могли себя порадовать какими-либо плюшками. И все равно среди семи пунктов, семи пунктов, Карл, где можно забрать коды и по каким причинам они отправляются, находятся недовольные, которым еще и этого мало. Ну, я не знаю, куда еще дальше. Мы не проводим коды ради того... Ой, коды, господи. Мы не проводим трансляции ради того, чтобы раздавать только коды. Трансляция здесь существует ради освещения киберспорта, который создается трудами нашей команды Green Team, нашими судьями и нашими коллегами с офиса. Мы здесь с Ильей в роли комментаторов выступаем. И при этом очень много плюшек, помимо всех вышеперечисленных пунктов, у нас раздается. Ну, как бы... Но, к слову, просто есть те люди, которые... Они серьезно там так много доната заработали. О май гаш, у некоторых Ауди и Блейз, который у нас сейчас раздавался, еще даже, по-моему, остался, хотя это не точно... Нет, Блейз у нас не остался. У нас остались сейчас коды только со ставок, вот эти вот одноразовые. Все коды на 10, да, у нас были активации тогда, мы их все использовали. У нас было три столбика. Это Аука, три Блейз, РБ плюс Российская Маска. Это было 70 позиций, то есть 70 кодов в каждой из. И мы их все раздали уже. Абсолютно все. И мы ждем сейчас новую партию. И вот скажите мне, пожалуйста, есть ли сейчас люди в чате, которые с этих раздач, с многоразовых активаций, понабрали себе РБшек, Масок, там, Аугов чуть ли не на полгода? По 200 по 300 дней, да, серьезно. Там люди некоторые говорят, что доната слишком много не... Нам рассказывал один молодой человек, что... Ребят, ну, сори, я у вас все коды забираю, но в чатике... Ну, ну, так. А что ты ему против скажешь? Он приходит так же, как и все в равных условиях, в принципе, забирает эти коды. Мы специально еще миксуем по-разному делам. Там на экране, в чате миксуем с плохими... Ну, как с плохими кодами. Там кастеты, кстати, про них говорили, то что... А где кастеты? Мы берем эти коды, назовем их мясные там, ну, или просто обычные коды такие, вот, по одному дню кастетики простые. Еще миксуем их с нормальным донатом, в принципе, где, не знаю, какой-нибудь карбин, чейтак, еще что-то, и все это дело скидываем вам, чтобы у всех была возможность вот именно попасть на эту раздачу. Реально, ну, сгорел, наверное, молодой человек. Хотел, не получил. Еще такой момент. Возвращать ли ключи, друзья? Помните, у нас были на трансляциях давным-давно, это еще с Германом было. Да, внимание, ключ. Это говорилось во время исполнения клатч-раунда. Допустим, Кисмайл одна против троих. В этот момент я говорю, внимание, ключ. Вы записываете никнейм этот, и в конце трансляции я говорю, гоу, ключи, и первые там трое написавшие все правильные ключи получают раритетный донат. Вот такая у нас была штука с Германом еще в свое время. Если будете это делать, то без проблем я завтра же составлю список раритетного доната для подобной активности. Но если не будете, то мы эти коды с Ильей сами съедим. Ну, га-га-га. Ну да, вот так вот. Неплохо. Каролина мне пишет, я сделаю этот клип. Хорошо, хорошо. Ну там было, я не знаю, ты вроде бы говоришь, умирай, вот и вот. Я не знаю, мне кажется, вот я реально и говорю, умирай. Там нет акцента. Ну, умирай, типа, здесь, видишь, ее можно прочитать именно как умирай и умирай. Просто, когда ты говоришь это быстро, вот это созвучие умирай, оно типа ум, вот это вот умирай, оно звучит как и, ой, как и, вот это вот. Мы не репетировали, нет, не было такого. Вон, Майхам пишет, аук 540 дней, 540 дней, Майхам, ты как там? Здорово. РБ уже закончилось, дайте РБ мне, Твиня пишет. 30 дней РБ прошло, дайте новые коды. Ну, хорошо, ребят, мы закажем и все, что нам придет, мы все разыграем обязательно. Просто, когда вот такое происходит, когда уже даже в личные сообщения во Вконтакте приходят недовольные жаловаться, когда ты вроде как что-то стараешься, ты что-то делаешь, что-то придумываешь, сидишь, выпрашиваешь там раритетный донат и все равно находятся недовольные, тоже немного подгорает. Такой момент. Вон молодой человек или, может быть, девушка прячется за этим никнеймом, пишет, а, ну не видел, господи, Максим, ну ты как вообще, у тебя все хорошо? Не видел, предполагаю, что девушка. Я ни разу не видел эти коды, да и так хорошо. Вот, вот, ну красавчик же, ну. Вот так вот. Норм-тема. Ну, ключи норм-тема, хорошо. Внимание, ключ. О, да, я помню, конечно, огонь просто. Ну вот, хорошо. Я завтра тогда составлю список рарного дончика. Ну, понятное дело, никто бы в чатике не сказал, да нет, зачем это, не надо. Нет, да, понятное дело, что они сейчас скажут. Я проверю, вот когда нам этот рарный дом придет, и мы один раз проведем вот эту вот серию с ключами, я проверю, какой будет актив. И вот, если вы большие молодцы, то оставим эту тему. Если нет, то заберем. Так вот. Я сейчас небольшую оценку интернета скажу. Я недавно заливал 120 гигов на YouTube. Ну, где-то за час ушло. Я просто смотрю на девчонки, сколько времени потратили, сколько мы сидим. Ну, минут 10 так точно. Стало больше. Я хотел заливать видосики, и это дело вообще. 300 мегабит творят чудеса. Так что вот, ребята, смотрите. И подключайте. Слово. Да, все. Минуточка рекламы, это Ростелеком, тариф игровой. Там, если что, есть привязка к Point Blank, там есть некоторые плюшки, которые вы можете получить, подключив этот тариф. Уро, заук, и спорт, 800 дней, можете забрать и разыграть. Работал. Наиграл. Роткий РБ. А, вот эти дамские. Ну, обрезанный, да-да-да, дамский вот этот пистолетик. Не, у нас нормальные РБшки, у нас не дамские. Не дамские. Не, ну, кстати, сейчас посмотрим. Оружие, пистолеты. Вроде должно быть. Кстати, вот, п-99 хак. Было бы неплохо. Сейчас бы, подожди, немножко сравнись. Я просто смотрю для кимфы, вот, на что переключаться, если что. Вроде бы неплохо, точность большая. Разбега больше. А еще можно вот этот, ребят. Представляете, когда п-99 хак направо нажимаете, вот и... Скайлайн пишет, а что такое код вообще? Вот, еще один красавчик, который приходит посмотреть просто трансляции. Твиня, смотри уже, ты не ради кодов, а ради интересной игры, пишет Твиня. Вот, вот, это я понимаю. Ну, вот, на интересную зарубу отвечает, Твиня. Чего? Кого? С маленьким рабе больше бег. 92. Это же почти как с ножом, или же нет? Ну, совсем, ну да, почти как с ножом. В Дратути. А свап быстрее, вот, Эндрю, пока ты тут, можешь ли сказать, вот, зависть ли эти стволы от того, что короткий и длинный, там, не знаю, быстрее свап есть ли? Ты все-таки это сказал, ладно, хорошо. Каждый думает меру своей испорченности. Просто фраза, зависит ли короткий, длинный, там, ну, не понимаю. Не имеет значения. Имеет ли размер значения, да, примерно такой вариант. Ладно, я просто готовился заранее к этой фразе. Окей, отвлеклись немножко от игры. Тут девчонки потихоньку вышли на махач, на ножах. Вот у девочек всегда пвп какой-то, вот, просто ринг, ринг, как они его называют, они всегда файтятся один на один. А пацаны всегда мясом просто, толпа на толпу, эй, эй, все, поехали. Так, ну, что тут, алкоголичка, давай, хук с правой. Соперкот с левой, поехали, но... Не-не-не, кейс, спокойно. Просто нажимаешь control, ребята, и бежишь, ну, как бежишь, идешь на соперника, он как бы не понимает, что ты хочешь показать. Подходит и пытается ударить по голове, но ты с правой... Вот если бы хотя бы один раз кейс сейчас попала по юнити, уже было бы полегче. Очень сильно воспитанный, ну, порезало, кстати, 4 хп, одно попадание осталось. И, и... Господи, я не могу. Это действительно очень забавный момент, вот с этими эй, с Николой и так далее, так что сделайте, сделайте, не забудьте клип. Красно, он мера и читает, Макс со своим... Всё нормально. Пойдёт. Просто фишка такая, ты не шаришь, корс. Так вот. Я смотрю, замена, что ли, заходит? Зашла? Елена? Ну, я вроде припоминаю, там что-то было по замене. Но в любом случае, сейчас есть возможность. 200 дней к Аугу Роуза добавляю, разыграйте 1000 дней сразу. Ну, так вот. Да, это зашла замена. Мелкий пишет, коды, какие коды? Не зависит. Я вообще окно в окне, своими делами занимаюсь и ловлю адреналин от жестоких моментов. Так вот, отлично. Купончиков можно на полгода разыграть. Ага, держи карман шире. Сразу же, вот не ну. Вы как-то купончики не особо ловите. Вот именно ареновские ребята, кто арену катает частенько, вот им, да, они даже когда ставку в окне, где-то выигрывают, не на своем матче они пишут и спрашивают за купоны. А вот просто игроки, они как-то купоны не особо жалуют. Просто вот надо оружие. Оружие как можно больше. Так, я смотрю тут, Елена, здравствуйте. Заменчик? Да, заменчик. Она есть в составе. Победилась синяя команда. Я просто смотрю, кстати, ответ про РБ. РБ же уже есть. Это ты, вроде как, ты ответил на мой вопрос. Имеет ли размер значения? РБ. Ну не надо. Ну не надо произносить эту фразу, пожалуйста. Я еще не дошел до детонатора. Я, знаешь, я как это, как школьник, типа, на биологии, типа, или на математике, вот это многочлены. Я такой, прикольно. Да, это, это я. Вот эта шкалота вечная во мне живет просто. Ладно, поехали, друзья. Посмеялись немножко на ночной наркоманчик. Серьезно? Все-таки время уже 12-й час. Идет битва не на жизнь, а на смерть, друзья. Но давайте посмотрим, как пройдет третья. Финальная карта этого противостояния. Будут ли здесь овертаймы, или все решится в основное время? Выход от Кисмайл. Кисмайл закрывает уже алкоголичку. Есть информация по площади, но за площадь, как таковую, и не проходила битва со стороны обороны. Они именно смотрят выход под КП, вверх-вниз. Но здесь как-то спокойно заходит Юнити вместе с Катаной. Есть по фрагу, все прекрасно. Очаровашка еще находит голову агрессии. Рудовая Хелена отходит немного назад. 3% здоровья. Но минус от Юнити не заставляет себя долго ждать. И Очаровашка тут же добивание. Первый раунд в атаке забирают для себя пока что Флайлиф. И едем дальше. Едем дальше. Первый раунд в атаке для Флайлиф. Это очень хорошо, в принципе. Сейчас пачка, кстати, залетает. Окей. Хорошее начало раунда. И дальше Елена пошла, кстати, давить по Т-шку. У нее есть встреча с Катаной. Но тут в упоре выход неудобный. Дуалы у противника и смерть. Для Елены Ахел в Т-шку. По информации уже старой. И отбросила. А Катан идет дальше. Душительный длина. Еще тоже не проблема пошла. На площадь. Кто? Где? Сюда? Ну остановили. В прыжке свапы, ребят. Вот о чем речь. Сколько же на жесть. Сколько же этих мувов в прыжке там. Зачастую ненужных. Они есть. Так. Агрессия. Просто должна сейчас погибать. По идее. Но все-таки упустили ее. И она жива. Так. Садится на погрузчик, который... Могла услышать Юнити, но это не точно. Агрессия спустилась. Решила не рисковать, потому что хп маловато. Для того, чтобы втанчить хоть что-то. Ходить через площадь. Это слышно. Информация от агрессии поступает. И все должны смотреть именно сюда. Пошел выход. Воспитание нас играет. Юнити дали выход так же был от алкоголички. Божечки мои. Меня почему-то троит на ее никнейме, когда я читаю. Понимаю. Так. Все, все. Мне ответил Эндрю. Не имеет для нас ствола значения. Не имеет. Хорошо. И следующую смену можно сделать буквально в следующий кадр после сделан. Хорошо. Ну, а было бы логично, наверное. Пистолет же вроде покороче. Хорошо. Идем дальше. 4-4 ситуация. По одному игроку потеряли. Смайл работает на земле. Алкоголичка забирает ее. 4-3. Проход под бана бы никого. Здорово. Воспитанная пропрыжка. Так же, как и еду на информацию. Есть по противнику в упоре. От алкоголички. Пачка. Так. Порваться информация по тачке. Зеленый пытался прострелить. Или она неплохая пачка. Дальше. Можно работать по родному оппоненту. Но время уходит. Топает на люля. Очень много времени тратит. Оп. А там была нога оппонент. Но уже среагировать. Вариантов не было по ходу. Есть. Бачка. От Марии. Можно так еще вывернуться. Пока что 2-1. Счет на табло. Едем дальше. Ну и атака чувствует себя вроде как получше, нежели оборона. Выход на площадь. И здесь, судя по всему, вектор атаки под оплент. Попытается развернуть с КП плюсом через мидл. Пока что воспитанная играет на фраг вместе с Еленой. Но алкоголичка тут как тут. Минус две головы. Остается Кисмелл. Агрессия, которые потихоньку смещаются уже под оплент. Но здесь не пытались на ноге как-то и проходить этот оплент. Они только сместили внимание. Под песками остается Кисмелл, которая пытается еще выдержать оборону под мидом. И, кстати, замечает здесь же катану. Выходит еще на перестрелку под длину. Очаровашка ее закрывает без проблем. Б-плент открыт. Смещение через перемычку от агрессии. Алкоголичка к этому была не готова. Есть минус. И очаровашка один в один. Ситуация. Бомба будет установлена. Хе откинут на боковую. Но никого не задело. И очаровашка закрыт. В закрытую ставит бомбу. На свапах выходит. Пытается закончить еще агрессию. 4% здоровья остается. Есть информация. Одно попадание на каждую. И на очаровашку. И на агрессию. И эта агрессия есть от очаровашки. 3-1 счет на табло. Ну все. Довели Люху. Сколько свап. Ну да, серьезно. Но больше я замечаю наверное от Анастасии. Которая же очаровашка. Очень часто свапает. На ножах. И делал все в прыжках. Вот. Ну нет. У меня просто все разморожили руками. Зачем это нужно порой вообще непонятно. Но все мы этим не решим. Порой у меня такая же тема бывает. Поэтому знаете что я сам себя так же жрю. Очаровашка есть асимметрия. Забирает по оппоненту. Есть проход под этажи. Асимметрия забирает агрессию. Которая была под как раз таким взором ее. Выход на юнити. Кей забирает спокойно оппоненту. Но она одна. Против троих оставшихся противников. Слушаем. Я просто пытаюсь сюда услышать за Кей. Второй этаж. Пески. Смотрит на первый. Как-то так все наоборот что ли пошло. Там очаровашка еще в спину нашивает. Кей пыталась убегать как только могла. Когда этот нашив пошел. Но и добивание от асимметрии все-таки присутствует. Это 4-1. И пока что первая половина наводит на очень-очень печальные мысли. Такой матч провести на Миттауне. И сейчас на третьей карте тотальная доминация. Флайлиф. Это выход через лонг. И здесь же Келена попытается принять оппонента. Откидывается Хаешка. Одна. Откидывается вторая. Ни одна не помогает. Асимметрия рыдовая. На Хаешке агрессии подрывается. Минус от Кейки. И даблкил. Остается Катана. Которая на Хае также закрыла Кей. Пыталась сопротивляться воспитанной. Но не получается. 4-2. Еще пытаются выжить девчонки из Несквик. Но может быть им это удастся. Но слишком многое они потеряли по итогу уже прошедших раундов. Это конкретно 6 раундов первой половины. Но и тяжеловато. Тяжеловато удерживаться на плаву. Если они сейчас первую половину за счетом 5-2 отдают. То остается надеяться, что атака у них ничуть не хуже. На последней. Ее оставили одну такую ситуацию. Закручивать. Но алкоголичка забрала противника. Раунд есть. И это. 5-2. Победила красная команда. 5-2 на стороне атаки. Более чем хороший результат. И вы оппоненту отдали, что только 2 раунда. Ну, как-то вот так вот. Ребята говорят за то, что ты видишь, походу, вот это вот. Ну, от меня 0 потери. 0 потери, ребят. Сейчас посмотрим. Пока что проблем не видел. Из-за того, что, опять же, напряги из-за вирусника, как бы, тут может душить у всех. Ну, так-то снимать уже должны. Потихоньку люди должны на работу выходить. Ну, смотря в каких городах. У меня 82К население, напомню просто. У меня, да, уже тут открывают магазины. Тут уже можно двигаться, в принципе. Ну, не открывают у нас, допустим, театра есть. Туда, естественно, нельзя идти. И гостиничные бизнесы тоже под запретом. Но вот что-то попроще, то можно. Ну, не знаю. Какая-то временная мира. В общем, не будем про это. Такая ужасная тема с этой стороны. Смотрим. Дальше. Выход на мидл. Попытка, по крайней мере, этого выхода. От очаровашки асимметрии прилетает уже по фрагу. Асимметрия погналась за еще одним килом. Не получилось. Зато удается у алкоголички. И катаны. Есть первый раунд. Буквально вечительные секунды. Пистолет. Смол. Поехали. Пистолет. Понял. Понял, понял, понял. Но там просто тебя пытаются, видимо, довести. А нам, может, и колесо меняет? Я не знаю. Ну, может быть. Может быть, кстати. Кому как удобно. Ну, а тут очаровашка даблкил. 19% здоровья остается. Уже неплохое начало. Кей пытается разменяться. Заходит под низ кафе. А здесь алкоголичка на приеме. Кей закрывает только юнити. И от катаны фраг погибает Келена. Остается агрессия на беркаве. И по ней нет информации. На ножах бегает асимметрия. Асимметрия погибает. Но вот теперь инфа должна быть по агрессии. Но агрессия флова. И против нее как минимум два рыбковых соперника. Это же очаровашка и алкоголичка. Очень много урона очаровашка вкидывает на агрессию. И все-таки ее же добивает. Победный раунд за командой. Мандейт с флайли. Осталось еще один минимум. И тогда будет победа. Так, дай мне мышку. Где ты? Дай мне жрать. Я не могу. Это ребята очень быстро. Надеюсь. Я почему-то просто ничего не нажималась. Лазим обратно. Ага. Нет, тут. Алкоголичка. Открытие на Т. А что? Смогла забрать агрессию. Еще тут склопогинка воспитана. Елена. Отстрел с первого этажа. Пыталась оформить на 5 же там. Крепкая оборона. А тут алкоголички. Боже, за дреем. Под вечер что-то пошло. Вот прям. Ты наш что-ли? Ты ревенский вот этот парень-то. Все хорошо. Ну ладно. Я не знаю, почему это и меня так уносит сегодня. Но тем временем Кей. Прошла все-таки под аплент. Там еще и Кисмайл закрывает алкоголичку. Пытается, пытается еще выжить. И поставит бомб. Не надо больше вот это про и. А то я реально в деревню отправляюсь. Ну и Юнити. Заход через мидл. Запрыгнуть на бортик было бы прекрасно. Пытается добраться еще до Кей, у которой 43% здоровья. А там еще и на кишке находится Кисмайл. Кисмайл погибает. 21% здоровья остается у Юнити. 43% у Юнити все-таки тащит этот клатч. Ну давай. Все, хорошо. Запрыгнуло. Запрыгнуло. И еще один раунд для команды. Все прекрасно. Флайлифт. Без проблем. Но теперь они точно побеждают. Посмотрим формальные раунды. Нужны для команд. Просто как-то получается, не знаю, когда на скорости пытаюсь что-то произнести. И вот Мария попадает под мой взор. Юник-нейм у меня вызывает троение. Троение, если так можно выразиться. Хорошо. Алкоголичка. О, нормально это. Беспрессектив нет, могу сказать. Спокойно вообще. Но все-таки как-то вот она залетает. Хорошо. Принемка от Патуана. Первого забирает. Второго забирает. Наши пошел. Также забрала еще и агрессию. Игра на Люли. Должна, должна ее забирать. Минус 4 от Екатерины. Еще и до 5-го. Может добраться. Попасть немножко. Алкоголичка мешает забрать эйс. Ну, найс трай. Молодец, Кэтрин. Ну что, финальный ли это раунд в данном матче? Или же все-таки еще попытается побороться? Выходит на площадь. Очаровашка на приеме. 84% здоровья. Первый пошел. От Кисмайл и Кей прилетает еще два фрага. Юнити разменивается на Кузыке. Юнити пытается найти еще один килл. Ей это удается. А там и Кисмайл надо закрывать. Кисмайл разменивается на Юнити. Но Асимметрия ее не прощает. И не прощает Катана. Это все-таки точка на команде Несквик. В матче Несквик против Лай... Лай... Флайлиф. Лайлиф. Победа со счетом 2-1 по картам. Молодцы девчонки. Показали действительно достойный, жаркий, красивый поинт-бланк. Желаем не расстраиваться Несквик. Да, сегодня не все удалось, но... За малым дело, за малым. Да, за малым. Я полностью согласен с Ильей. И в следующих матчах смогут показать себя лучше. На этом, друзья, мы с вами будем прощаться. Завтра у нас также запланировано 3 матча. Это же Тамагочи против Левел Репеер. Здесь же Левел Репеер против Красивое, как в Инсте. И аппрайзинги против Несквик. Все расписание находится в группе поинт-бланке и Спортэффишел Паблик. И там же напоминаем вам то, что проходит очень много конкурсов. И помимо этих же конкурсов проходит очень много информации. А эта информация проходит мимо вас, если вы не ставите себе уведомления или не подписываетесь на рассылку. Также напомним или сообщим для тех, кого не было в начале трансляции. У нас в группе ПБ и Спорт, а конкретно в рассылке сообщений для наших пользователей планируется крупная интересная штука. Поэтому заходите, ставьте себе подписаться на уведомления. Мало того, что вы будете получать абсолютно все жаркие и самые интересные новости, касаемые киберспорта поинт-бланка, так плюсом ко всему вы сможете оттуда еще и персонально к себе в личные сообщения утянуть некоторые вкусняхи. Так что будьте внимательны, заходите, подписывайтесь и ничего не пропускайте. Что касается наших с вами ставок. Того 10.2 у нас, да? Я же ничего не перепутал. Yes, of course. Тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. Так, где ты тут, Олексий? Предлагают вам операцию И сделать. Мне операцию И? Да, но не знаю, операция И. Такой фильм был, кстати, ребят, советский. Так, не было такой ставки, так что код я вам в чатик вот так вот. Раз, два, три, поехали. Но, чего там? А, но это ты уже прочитал, да? Вот это вот то, что меня отмечал мелкий. Все, понял. Ну что, друзья, на этом мы будем с вами прощаться. Завтра же я составляю список для вас на коды раритетного доната. Ну и как только они приходят мне, мы запускаем... А, кассеты заказать? Ладно, окей. Вот только попрось бельи, я закажу еще и кассеты. И тогда, как только мы получаем коды, мы запускаем прикол с ключами. Так что будьте внимательны. А мы, а мы, а мы, а мы с вами будем прощаться. Если я ничего не забыл, а я вроде бы ничего не забыл. Илья? Да, все сделали красиво. И вечер подытоживаем тем, что, да, вот опять же, вишенкой на торте была именно этот матч. И три карты мы с вами видели жесточайшие допы, минуса дикие. На хайлайты эти игры разлетятся, в принципе. Это очень хорошо. Всем спасибо, кто участвовал. Спасибо командам и зрителям, дорогие зрители. Вам тоже спасибо, вы большие молодцы. Немножко, конечно, побуянили, но это не страшно. Вот, приходите завтра, всех вас ждем. Прощаемся на сегодня, но опять же, как и говорил ранее, ждем завтра. У микрофона для вас Максим Чефтерентьев и Леси Выхайдаров. До завтра. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова